привет друзья с вами домик деревни гляньте за мной какая красотища сейчас зима 2 декабря суббота приехал деревню и новые дела новый день красота красотой а снега намело целую кучу я среду вечером когда приехал с работы сюда чтоб курочек покормить и так далее с 8 часов вечера до пол двенадцатого ночи бросал снег со двора лопатой вот такую кучу накидал это с ученым с учетом около на местности и двор теперь еще вот такой вот но то что его чистил это не значит что не нападал снова снег и местами дайте покажу где лопаты прочищена а вот столько снега нападала не знаю видно вам не видно но безнаказанное такое вставить не мог потому что с 8 до полдвенадцатого ночи очень сильно устаешь махать лопатой до снег надо еще перетягивать он был такой слежавшийся подмокши вот такими глыбами везде и всюду двор довольно таки большой нужны проходы к птичникам срочно надо было покупать снего очиститель что-то с этим делать в общем голову ко мне пришла гениальная идея купить какой-то снегоуборщик вот изучив рынок я пришел к двум выводам первое снегоуборщики хочу а денег то у меня нет вот ну и что делать стал искать вторичку стал искать объявления и результатом моих поисков до тут по объему если так прикинуть надо хороший бензиновый снегоуборщик но против его покупки было два аргумента таких у меня это первый аргумент у меня нет денег на него ну и второй аргумент что он занимает место его нужно хранить даже самый маленький бензиновый снегоуборщик купить то нужно на пару месяцев в году два-три месяца а вот хранить его потом весь год надо где-то он занимает место с учетом того что у меня уже есть мотоблоки и прочая техника гараж не резиновый то эта проблема ну и второе что так как у меня было денег столько сколько было я покупал купил на вторичном рынке итак друзья прошу знакомиться мой новый бэушный снегоочиститель патриот как я уже говорил куплен он был не щедрот вот но по необходимости вот вот такой вот модель он у нас и он уже творчески доработан хозяином так как здесь вот могла бы быть дырка точнее была дырка она тщательно залетана и вот здесь вот выброс уже доработан здесь вот уже стоит жестянка сверху внутри вот там вот выбросе стоит жестянка и жестянка также стоит вот здесь вот сделано аккуратно качественно но судя по царапинам которые на этой жестянке есть они совсем не зря сделаны совсем непонятно почему производитель вот этого агрегата не сделал это то сразу по заводу то есть вот не усилил от эти вещи как не объяснил предыдущий владелец это все камешки последствия камешков которые хватает она также судя по вот тут выгрозенной пластмассе и несколько изменившейся геометрии вот это вот тоже последствия камешков или наезды на какие-то препятствия но сам сами лопасти как бы пока живы но это самое главное и она как-то пока работает по крайней мере при проверке и демонстрации она работала а сейчас мы вот это вот все будем испытывать на моих угодьях угодьях угодья тут не маленькие вот но здесь вот где я нахожусь тут уже чищена лопатой он там вот куча набросана с этой стороны она видна только так поверхностно а это маленькая кучка тут еще вот одна куча вот она это куча мне где-то но где-то по ребрах если так смотреть по высоте и плюс ко всему прочему там от низина участок идет на низину и там на самом деле снега много еще агрегаты есть такая включение системой защиты ручка от этого трущика для поворота сопла если ее покрутить то можно порегулировать направление выброса что очень хорошо и есть еще одна творческая доработка от хозяина предыдущего здесь вот по заводу есть вентиляционное отверстие для охлаждения двигателя они заклеены тщательно скотчем потому что говорит что дует на колеса налипает но судя потому что я вижу она налипает и так и так ну что смотрим и 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 Продолжение следует... 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 что это было легко и даже мало интересно и в общем-то покупалась эта штука не для этого сейчас пойдем на самом интересном месте посмотрим как она работает а а а а а а 2 2 heard 3 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok А вот здесь вот такой вот глыбый, сантиметров 40, оно явно не предназначено для такой высоты, но методика была найдена, то есть берем слежавшийся снег, именно слежавшийся, потому что, будь бы это в среду, когда я копал, было бы все гораздо проще, вот она бы свеженький снег покидала бы, эта штучка. А сейчас берем лопату, просто рыхлим слегонца, а потом она выкидывает чертовой матери. В любом случае, для моей спины это лучше, потому что оно разгружает спину все-таки, и не поднимаешь спиной, не тягаешь, намного все-таки легче с этой фиговиной. А то опять погода поменялась, туман рассеялся, и стало новый пейзаж, красивый такой, интересный. Такое ощущение, что начинает образовываться ини на ветках, то есть поменялась погода. Не знаю, сфокусируется камера, надеюсь, что сфокусируется. Вот. Ини на ветках, если образуется будет ини, будет вообще красота, но когда туман, бывает, что ини образуются. Загнал автобус. Почему важно загнать автобус во двор? Потому что это сегодня так, относительно тепло, так небольшой морозец. А так вообще автобус-дизель и на хорошем морозе может и не завестись. И крайне важно, чтобы его была возможность загнать его туда в гараж на ночь. Чтобы утром можно было таки уехать на работу, особенно когда вот в среду на четверг я приезжаю чистый вечером. Курочек, еще что-то такое обиходить. И вот мне нужен гараж. Да и аккумулятор зарядить, да мало ли что. Заехать сюда классно. А я в прошлый раз просто уже не хватило сил и здоровья. Дочистить так-то, в принципе, лопатой двор расчистил с большего. Но все-таки вот этой фигней поинтереснее будет. Если бы снег не был таким слежавшимся, как сейчас, она бы и сама по себе справилась. А так приходилось немножко снег рыхлить. Но прошло время. А чистил я тогда, когда чистил. Надо делать все вовремя. Но это все ерунда. Это промежуточный этап. Скоро вы увидите ее где-нибудь на куфоре, еще где-нибудь на каких-нибудь площадках. А я все-таки буду стремиться к бензиновому себе. Это хотя хранение это самый трудный вопрос. Даже вот не знаю. Ну, я надеюсь, что-нибудь придумаю, где ее хранить. Потому что, хоть и немного снега бывает, но зато, когда она бывает, хоть из деревни уезжай, выселяйся. Вот. Как-то так. А я еще не наигрался. А я еще не наигрался. Есть еще одно достоинство. Все штуки она кидает подальше, чем лопатой. И снова здравствуйте, друзья. Я уже доснял обзор. Все остальное. И вот сегодня следующее утро. И обзор, как оказалось, продолжается. А что произошло? Произошло то, чего не ожидали, наверное. За ночь выпал снег. И выпало его немало. То есть, вот под машиной видно, там чистенько ничего нету. А тут вот такая вот горка. И как раз было бы нечестно не доснять обзор моего нового старого снегоочистителя, снегоуборщика по свеженькому снегу. Сейчас температура чуть выше нуля. Вот, и как раз таки самое время такое. Ну, снег ни мокрый, ни сухой. И самое время протестировать на таком снеге. Да, кстати, забыл сказать вчера. Вот это вот. Вот это просто пластмасса. И вот эта вот металлическая ручка никак не соединена вот этой металлической ручкой с этой металлической никаким металлом. Только вот этой пластмассовой вставкой. Не знаю, что за находка дизайнера, но на самом деле охренеть. Оно кивается во время работы. Ужас. Ну, что я вам хочу сказать, друзья, на фоне почищенного. Не хочет этот агрегат двигаться по вот этому снегу абсолютно никак. Так, вот я сейчас снег беру, он лепится. Но не то, чтобы сильно, то есть как бы снег, я бы не сказал, что сырой, а оно не едет. Такое себе, конечно. Может быть, оно и будет где-то хорошо работать. Ну, не знаю, может, на какой-то плитке тротуарной, там еще где-то. Но по земле оно не едет, тем более, что до земли-то оно, в принципе, не прочищает. Оно берет верхний слой, скребет. И на этом все. Так что, вывод такой. Если еще, как я, купить за какую-то там цену, ну, хрен бы с ним, когда ничего нет. Все же таки, вон какую часть прошел без лопаты и сразу как бы откинул. Так, хоть и тоже нелегко это делать. А если брать за полную стоимость, оно того не стоит. Оно, это деньги, выброшенные на ветер. Лучше цифру удвоить и купить нормальный бензиновый снегочиститель. Ну, хотя я еще не пользовался таким, но надеюсь, что вы скоро увидите этот обзор. В этом году, либо в следующем, но цель уже у меня в голове поставлена. Потому что вот это, это не то, к чему стоит стремиться. И не то, ради чего стоит тратить деньги, если особенно покупать его в магазине. И, в общем-то, жив он, наверное, до сих пор только благодаря творческим доработкам предыдущего хозяина. Вот этим вот жестяным вставкам, которые спасают его от того, чтобы его окончательно размолотило камнями. А на этом я прощаюсь с вами. Теперь уже окончательно действительно прощаюсь с вами. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok